Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы обсудить крайне субъективную вещь. Как мы все знаем, во всеми нашей любимой игре вновь стартовал марафон, в котором можно получить уникальный относительно самолет F-14A. Уникального в нем лишь то, что он может носить R-27 и ракеты, доселе невиданные в нашей игре, иранского происхождения. Но, собственно, о самолете мы поговорим как-нибудь в другой раз. Тема же нашего сегодняшнего обсуждения это фарм. И, собственно, об этом самом фарме мы сегодня с вами и побеседуем. Сразу хочу расставить некоторые точки над... И я ничего против, не имею игроков, которые летают на штурмовиках или бобрах. Потому что под одним из прошлых видеороликов по этой теме мне задавали такие вопросы, дескать, а ты что против бомбардировщиков, против штурмовиков? Нет, я иногда и сам люблю на них полетать и паутировать. И это не в обиду игрокам, которые на них летают. Просто геймплей на таких типах авиации, он достаточно прост, и на нем можно расслабиться. Ничего против такого я не имею. Иногда мне и самому это, повторюсь, нравится. Против же я конкретно игроков, в которых, давайте будем обозначать более подходящим словом, бот. Против ботов, которые, влетая на штурмовики или бобре, долетают до базы, сбрасывают на нее бомбы и разбиваются о нее специально. Для того, чтобы сэкономить время. Не буду объяснять того, как это все делается. Я думаю, что вы все, кто летал в СБ, прекрасно знают, о чем идет речь. И видели таких игроков, а иногда и даже целые сессии, неоднократно. А разбив такого игрока, в чатике вы можете увидеть, как маленькие, потные, жирные ручонки печатают что-то вроде этого. А ты сука, только и можешь топовый игроков сбивать. У нас тут ПВ, так что выбирай другую комнату, не мешай людям фармить. Или этого. Пацаны, накидайте этому петушаре жалобу, что он играть не дает. Только и можешь топ фантомов сбивать. Рачье. Я думаю, что не стоит говорить о том, что представители подобной фауны среди ботов встречаются достаточно часто. И некоторых игроков подобные могут посадить даже на дизмораль. Такого игрока я встречал лично. Когда из довольно спокойного, нормального игрока подобные люди, когда он их сбивал, начинали его поливать с головы до ног дерьмом, переходя на личности и на его близких родственников, провоцировали этого игрока на встречную агрессию. Справедливо ли это? Нет. Подобные люди портят не только ощущения от геймплея и восприятия боя в частности, но и могут очень сильно поднасрать вам. Ведь если вы начнете отвечать им что-то в чатике в ответ, они спокойно накидают вам жалоб. А так как таких игроков бывает целые сессии, благодаря этим жалобам вас спокойно могут заблокировать. Ну, вернее, ваш чат спокойно могут заблокировать. Я лично с такой ситуацией пока не сталкивался, потому что в основном стараюсь игнорировать подобных игроков, понимая, что их жопа горит намного сильнее, чем моя от их низкоинтеллектуальных оскорблений. Однако, для некоторых это может стать триггером. Собственно, как можно подобную тему исправить? Во-первых, я думаю, что стоит убрать начисление очков, или же наоборот, сделать откат очков за самоуничтожением. То есть, когда игрок летит на самолете, специально разбивается, или случайно разбивается, неважно, командные очки у него будут сниматься. Ну, например, по 50 очков за смерть. Также думаю, что стоит убрать начисление очков за попадание по вам. Если кто не знал, то когда по вам стреляют противники, вы получаете командные очки. Стоит ли говорить о том, что получать эти самые очки за смерть или попадание по вам, это неуместно и тупо? Кто-то воскликнет мне, сказав, что ну ладно, получают и бог с ними. Это же не равно в опыте ли серебро, фармят они не больше. Однако не совсем так. В игре у нас имеются ежедневные и еженедельные задачи, в которых вам может выпасть задача, тавтология, в которой вам необходимо оказаться с первое по третье место в своей команде. И как человек, который пытается играть, не умирая, сохраняя свою технику, сможет достичь этого самого первого места, когда какой-нибудь Mycola2008, разбившийся 44 раза, будет находиться на первом месте? Или взять аналогично, два человека летают на штурмовиках, один набомбил 8 тонн и ни разу не погиб, второй набомбил 6 тонн и погиб 25 раз. Он будет на порядок выше в команде, чем тот, который не погиб ни разу или разбился один-два раза. Это не честно. Ну и есть также такие игроки, определенная когорта людей, которые следят за своей статистикой и желают продемонстрировать свои навыки другим. И оказавшись на первом месте, они таким образом самоутверждаются. И это нормально, потому что они же проявили свой скилл. Но каким образом игрок, который действительно может продемонстрировать свои навыки, окажутся на этом самом первом месте, чтобы на него обратили внимание, если Mycola2008 разбиваются о базы. Убрав получение очков за самоуничтожение о землю и за попадание, исправит множество проблем, связанных как раз таки с этими самыми ботами. Ну и, в конце концов, последний пример. Игроки, которые также пытаются закрыть марафон, но при этом не самоуничтожаясь о базы, будут фармить этот марафон намного-намного дольше, чем те, которые опять-таки самоуничтожаются о землю. На этом у меня все. Можете написать в комментариях о том, как я не прав, какой я тупой и так далее и тому подобное. Подписаться на мой Дискорд. Бусти, всего доброго и удачи вам. Бусти, всего доброго и удачи вам.